22 октября в Террасполе прошла экстренная расширенная конференция актива Народно-демократической партии Прорыв. Поводом для ее проведения явилась тяжелейшая ситуация, сложившаяся в период президентской избирательной кампании в Приднестровье. Председатель Народно-демократической партии Прорыв, депутат Верховного Совета Приднестровья Дмитрий Сойн довел до сведения партийцев информацию о незаконных действиях силовых ведомств в отношении партии и ее членов. Хочу, конечно, поставить вас в известность о последних событиях, которые происходят вокруг партии. Буквально вчера, значит, вот в этот офис наверху вломилось около 15 крепких сотрудников с попыткой провести обыск. Была блокирована типография, где печатается наша газета. Были взломаны двери офиса в Бендерах и произведен незаконный обыск и изъятие всей оргтехники. И на вопросы, что это незаконные, что вы вообще делаете, ответ только один, у нас приказ. Эти обыски, это, конечно, всего лишь следствие тех событий, которые начались еще летом. Многие из вас были участниками съезда, мы провозгласили курс на перемены. Эти перемены не просто являются нашим каким-то бзыком или навязчивой идеей. Эти перемены проистекают из того, что действительно 80% дефицит госбюджета, если взять реальный дефицит госбюджета. Зарплаты в детсадах у нянечек 600, 700, 800 рублей. При этом министр образования проводит съезд, где все учителя единогласно выдвигают Игоря Николаевича и поддерживают в качестве президента. Вторая реальность какая-то создается. То есть их все устраивает. Я сколько провожу встреч на округе, я еще не видел ни одного довольного зарплаты и жизни учителя, но не встречал. Может быть мне не повезло, может быть есть, они все собрались именно на том съезде, но я не видел этих людей. И когда мы выступили за перемены, конечно, у нас начало осуществляться все более мощное и мощное давление. Когда я принял здесь в гостях известных аналитиков из России, Михаила Леонтьева, Максима Шевченко, эта программа, однако, и судите сами, по этому поводу меня лишили почетного звания сотрудника госбезопасности, которое я получил 5 лет назад за совершенно иные вещи. Переломный момент наступил 8 октября. 8 октября текущего года, когда на день города Бендеры, наше бендерское отделение, причем молодежное крыло, собралось просто выйти и с бендерчанами отметить день города. Заранее парки там перед Домом культуры Ткаченко в различных там переулках были сконцентрированы подпойно, обильно. Такие мужики деклассированные, вилки от 40 до 48 лет, 35, вот так вот, уже такие матерые. И вот этих вот людей бросили на молодежь. Кто видел видеоролики, вот мы, они есть в интернете, жалко нет проектора, мы бы вам показали, кто не видел. Это была как сеча. То есть слышался только хруст ломаемых флагов, хруст ломаемых флагов, разрываемых там полотни, значит, и крики этой молодежи, потому что били и девушек в том числе. Этим всем руководили сотрудники МГБ и МВД. Они просто визуально, я многих из них знаю, они просто вот визуально по телефону руководили, более того, были внутри толпы. Есть кадры уникальные, где они ломают и преднестровский флаг. Вырывают из руки, кидают его на землю, там с хрустом через колено. Это же люди были в таком состоянии, если вам сказали, там и 40 минут милиция и госбезопасность спокойно не просто наблюдала, еще там руководила. И они же пытались там вырывать фотоаппараты, разбить видеокамеру, чтобы никто не узнал, что там было на самом деле. Одновременно с этим ставят эту палатку, напиши письмо Союну. Театр абсурда просто полный. Просто полный театр абсурда. Когда наши ребята пришли туда и стали задавать вопросы этим парням из палатки, они ни на один из них не смогли толком ответить. Они даже вот этот репортаж по ТВПМР как-то куца там смонтировали с этим, испуганным лупоглазым парнем, который там что-то пытался объяснять. Только это заканчивается, я, значит, нахожусь наверху, и в этот момент мне докладывают, к вам пришли. И вот началась вся эта история. Но если здесь я был вынужден поехать в Верховный Совет, взять бумагу о том, что это моя приемная, мы там встали просто вот так вот, что называется, грудью и отстояли, то в Бендерах ситуация вообще развивалась по беспределу, они в отсутствии руководителя Бендерского взломали двери, ну это вот как в банде какой-то, взломали двери, и мы приезжаем, а там роются в бумагах во всем там. Я сразу сказал, говорю, что мы отказываемся присутствовать при этом, и что за наше отсутствие вы могли подбросить все, что угодно. Я говорю, еще здесь наверху я этому следователю из прокуратуры сказал, как вы можете проводить у меня обыск по заявлению министра госбезопасности, а в обыске участвуют сотрудники госбезопасности. Ну как так, ну заинтересованная сторона пришла и будет обыскать, я откуда знаю, что у него выпадет из левого рукава, из правого рукава, из штанины, может быть мешок с героином, может быть еще что-то, горь с патронов, и что вы сюда пришли? Я поэтому думаю следующее, что на самом деле, как таковых выборов в этом году у нас и не будет. Как таковых выборов скорее всего не будет, что в таких условиях какая может быть выборная кампания. Все запуганы настолько, что... Я вот вчера посмотрел там на Днестр ТВ выступление того же Евгения Шевчука, и я понял, что и он боится просто слова Смирнов сказать. Ему корреспондент говорит, а как вы оцениваете деятельность Смирнова, он говорит, я не хочу это обсуждать. Ну можете посмотреть. Но даже наша уважительная критика, не огульная, не без оскорблений, а просто о том, что ему пора уйти, вызвала вот такую реакцию на действия партии. Я вот был на скольких съездах, я заметил такую вещь, что даже на съездах партии, которые выступают как оппозиционные, я там не слышал даже фамилии, меня тут даже удивляло. Вот насколько у нас система работает. Мы, анализируя ситуацию и видя, что происходит, даем четкую оценку, если не прекратится вот эта политика, экономическая и социальная, которая есть сегодня у нас, республики не станет максимум через год-полтора. В продолжение собрания слова взял первый заместитель председателя НДП «Прорыв» Александр Гореловский. В своей речи он подчеркнул. В общем-то, вы бросили вызов власти, это может быть даже и опасно. Я всегда отвечаю следующее, что мы не боимся только потому, что за нами стоит Россия. Полнейшая поддержка, причем всех структур, как администрации президента, как Госдума и так далее и тому подобное. К сожалению, здесь телевизоров мы видим, а кто такой Шевченко, а кто такой Леонтьев. Потом они начали говорить, а кто такой Букаев, представитель администрации президента. Недавно они сказали, а кто такой Нарышкин, глава администрации президента. Завтра они будут говорить, кто такой Путин, и кто такой Медведев, я не знаю. То есть они идут по полнейшему беспределу информационному. Я просто других слов. Над ними уже смеяться люди начинают. Член Центрального комитета НДП «Прорыв» Владимир Климань выступил перед партийцами и рассказал о тяжелом положении дел в республике и подчеркнул важность позитивных перемен в Приднестровье. Одна политика. Мы должны быть только с Россией. Все. А остальные Европе мы не нужны. Они сами не могут себе рады дать, берутся деньги друг у друга, вытаскивают. Россия, она как мать. Она покорит, поругает, но опять даст денег, опять даст помощь, и опять будет поддерживать. Председатель Бендерского отделения НДП «Прорыв», депутат Горсовета города Бендер Юрий Зотов в подробностях рассказал о последних событиях, развернувшихся вокруг Бендерского офиса партии. Мы видели, что вокруг партийного офиса какая-то суета, какие-то люди подозрительные, похожие на сотрудников МГБ, даже какие-то знакомые мелькали, все-таки город маленький. Но абсолютно без всяких каких-то там мыслей мы вот выстраиваем колонну, и получилось так, что мы с задержкой вышли. Мы вот, наверное, где-то в 10.30. И в это время как раз Игорь Николаевич Сомирнов на площади Бендера, где мы должны были пройти, пил чай с баранками. Он уже приеднулся. И, наверное, мы, если бы прошли, то, наверное, это был бы шок. Подавился. И была вот такая вот установка, чтобы ни в коем случае не пустить колонну, разбивать. И когда уже все это побоище прошло, когда я встречаю знакомых сотрудников милиции, они говорят, ну вы сегодня что-то делать будете, и смеются. Я говорю, в смысле? Да вот у нас за два дня до дня города было обширное совещание МВД, и начальник Петри Бендерского УВД дал указание, что если НДП прорыв будет проводить какие-то акции на день города, абсолютно все, даже кто... Ну, понятно, что на день города все усилено, все. Но, тем не менее, какие-то люди находились там, какие-то отгулочные, отпускные, у кого-то выходные, по тревоге подняли абсолютно всех. Шестерки. А сотрудники госбезопасности, которые, скажем, сидят без работы, ну им нечего делать. А тут сейчас в преддверии выборов, сейчас они все заработали. И когда в толпе, когда я стою, естественно, мы со своими камерами, со своими телефонами, я там со значком своим, стою и когда вижу, что мы их там, братьев, соратников, партийцев, девочек, бьют по печени, тягают, наносят какие-то ссадины, удары, когда ребята там пытаются вырвать флаги, там с кем-то какое-то перетягивание, другой подходит, ребятам также бьет по почкам. И действующий сотрудник МГБ, которого я хорошо знаю, Бендерский, одет такой, в простую гражданскую форму, такой зачухенький, лысенький, опять же, тоже, это все есть в интернете. Когда он ко мне подходит в этой толпе и говорит, ну давай, ну давай. Что такое? Ну типа, давай драться, ну пей меня. А я руки в карман и думаю, ну обычно, когда приходят драться, они спрашивают, давай, не давай, просто бьют и уходят. Я поворачиваю голову, в десяти метрах стоит человек 15 сотрудников МГБ, и все снимают на камеры. Я поворачиваюсь к нему, смотрю на него и улыбаюсь. А он понимает, что это провокация, то есть в таком состоянии шок. А он этого не ожидал. А он этого не ожидал. Они ждали Дмитрия Юрьевича, но Дмитрий Юрьевич был на переговорах в Тирасполь, и он должен был подъехать позже. Они хотели заснять, как депутат Верховного Совета СОИ, депутат Бендерского Горсовета Зотов, вместе с Гореловским, мы там бьем, убиваем, и чтобы по ПМР потом это все показать, что вот они, террористы-смертники. И когда в интернете вот абсолютно все видео со всех телефонов, даже все это происходило возле крыльца партийного офиса, даже с камер наружного наблюдения, когда мы говорим, да все, что вы хотите, какие-то пьяные отморозки, я показываю удостоверение депутата, я ему говорю, ты кто такой, от него разит перегаром, и он говорит, слышишь ты, молодой сопляк, у тебя еще сопли не высохли, придурок ты. Но я понимаю, что они провоцируют, но мозгов у меня, слава Богу, больше, чем у них у всех взятых. По итогам конференции была одиногласно принята резолюция, которую зачитала лидер молодежного крыла НДП «Прорыв» Юлия Жукова. Власть ненавидит нас за то, что мы первыми громко заявили о необходимости перемен, о необходимости смены политического лидерства в Приднестровье. В настоящее время против председателя НДП «Прорыв» депутата Верховного Совета Дмитрия Юрьевича Суэна осуществляется кампания лжи и кривиты в государственных СМИ. На него обрушились с необоснованными выпадами прикормленные действующей властью общественная организация. Мы понимаем, что сегодня речь может идти даже об угрозе жизни и здоровью Дмитрия Юрьевича Суэна. Вместе с ним развернуты репрессии против наших активистов в учебных заведениях в Приднестровском государственном университете. Силами прокуратуры МГБ произведены налеты на офисы партии, разгромлены в помещении Бендерского отделения Народно-демократической партии «Прорыв». В контексте этого члены партии обращаются к действующим властям Приднестровья с требованием незамедлительно прекратить политическую травлю и террор, войти вновь в конституционное поле и провести президентскую избирательную кампанию в рамках демократического конституционного процесса. Также мы обращаемся к странам-гарантам и в первую очередь к России с призывом обратить внимание на группы нарушения прав человека в Приднестровье. Мы просим защиты, так как внутри республики практически все институты государственной власти работают лишь на одно лицо действующего президента Приднестровья Игоря Николаевича Смирнова. Мы заявляем о реальной угрозе установления в республике тоталитарной диктатуры. Будучи частью Великой России, мы рассчитываем на то, что и руководство, и общественность не оставят в беде своих соотечественников Приднестровья. Со своей стороны прямо и четко заявляем о намерении бороться за перемены, реформы и модернизацию Приднестровья. Мы говорим нет коррупции, семейственности, нищете и бесправию в Приднестровье. Продолжение следует... Продолжение следует...